В уходящем году в коммунальной сфере Ульяновской области провели модернизацию более чем на полтора миллиарда рублей. Об этом говорили на встрече энергетиков, приуроченной к одноименному празднику. Завершающийся год, по оценке профильного министерства, ресурсники и энергетики провели на отлично. Однако задачи на следующий год еще более высокие. Задачи, которые ставит губернатор, перенавление более чем амбициозное. Это новая энергетика на базе возобновляемых источников по солнечным батареям. Губернатор подписал соответствующее соглашение по строительству на территории региона новых солнечных станций. Объемом 20 мегаватт они будут строиться на протяжении трех лет. Строительство начнется уже в ближайшие месяцы. Поставлена задача и по развитию термоядерных направлений водородной энергетики. Улучшить и сделать более дешевым энерго- и теплоснабжение. Очень важно снизить затраты и не допустить по возможности роста тарифов. По мнению специалистов, этому поможет цифровизация сферы ЖКХ. Эти и многие другие задачи еще предстоит решить. Пока же первый заместитель председателя правительства региона вручил заслуженные по итогам года награды специалистам отрасли. Коллеги, позвольте мне от имени государственной власти Ульяновской области, от имени губернатора Сергея Ивановича Морозова поздравить вас с профессиональным праздником. Мне очень приятно сегодня встретиться с вами и принять участие в этой торжественной церемонии. Я хотел бы и от себя лично поздравить вас, а в вашем лице всех ваших многочисленных коллег и ветеранов с Днем энергетика. Важность роли энергетического комплекса для развития страны в целом не раз подчеркивал президент Владимир Путин. В Ульяновской области энергетический кластер переживает период реконструкции. Ветряные электростанции, солнечные батареи, атомная энергетика – все это в регионе есть уже сегодня и активно развивается.